Здравствуйте! Новости города на Ивантеевском телевидении в студии Лилии Николенко. Сегодня в выпуске вы увидите скользкое и мокрое, дорога перемен или путь к опасности, простудный сезон, как уберечь себя от гриппа, ломать не переломать, когда завершится ремонт библиотеки. Об этом и многом другом прямо сейчас. Стартовала прививочная кампания. Главное опасение ивантеевских родителей, чем будут прививать их детей. В этом году в России в рамках национального проекта в госзаказ прошло несколько препаратов. Среди них и живая вакцина отечественного производства, которую они применяют в мире уже почти 20 лет. Ивантеевцы могут прививаться спокойно, утверждают медики. В наш город поступил уже утвердивший себя гриппол. Все, все, все. Живая моя девонька. Пойдем. Более трех тысяч маленьких ивантеевцев привьют этой осенью от гриппа. Первые уколы делают в школах только с согласия родителей. Вакцина отечественная, гриппол. Ее в авантеевке используют уже несколько лет. После введения вакцины может быть и покраснение, и отек в месте инъекции. Могут быть небольшие катаральные явления. В течение трех дней все это проходит. В этом году эпидемиологи прогнозируют ранний грипп. Всплеск заболеваемости может начаться уже в ноябре. Ожидается новый штамм. А, Соломоново острова. Детей прививают в рамках национального проекта здоровья. Бесплатно. От сезонных простудных заболеваний прививка не спасет. Зато с ее помощью удастся избежать осложнений. А подъем заболеваемости уже начался. Не гриппа, но подъем вирусных заболеваний уже начался. Поэтому пока не поздно. Нужно прививаться. Во второй школе сегодня спасли от грядущего гриппа 150 учеников начальных классов. Прививки начали делать также в пятой, третьей и первой школах, а также в детских садах. На детское население поступило 3200 доз вакцины. Анна Пыльцина, Николай Пантюшин, Анна Белова. Новости города. То снег, то дождь, а под ногами слякать. Автомобилисты не торопятся делать прививки, зато атакуют шиномонтаж. Хоть снег и сошел, спешно меняют летнюю резину на зимнюю и вспоминают правила вождения в непогоду. Рассказывает Ольга Киселева. Водители сбавляют скорость. Если летом по городским дорогам можно было ездить под 60 км в час, то в межсезонье не более 40, иначе опасность аварии. Самое страшное, если не знают неопытные водители, это листва под снегом. Она хуже льда. Она вообще не тормозит. Пролетаешь как-то по маслу. В таких случаях что нужно делать? Соблюдать скоростной режим. Давайте с этого начнем. Аккуратно. Ездить надо потише и помедлее. Тише едешь, дальше будешь. Такое мнение и у Николая Константиновича. Водитель с большим стажем. Суть вождения и суть управления заключается в том, чтобы предупредить занос. Юз и опрокидывание. Вчера припорошила дороги основательно. Для октября-то месяца. Первый снег выпал проблемой для всех водителей. И на таких вот дорогах машины ведут себя неадекватно. Как правильно водить машину в такую погоду? Николай Шалагин учит начинающих автомобилистов. Например. Движение вперед. В горку. Ногу с тормоза на газ. Сцепление отпускаю. В этом груз чуточку сбрасываю. И машина медленно начинает ползти. Не доводить двигатель до больших оборотов. Главный наказ специалиста. А еще риск аварийной ситуации можно уменьшить. Поменяв летнюю резину на зимнюю с шипами. Она значительно сократит тормозной путь на скользких дорогах. А пробуксовку колес почти исключит. В городе выбор ошипованной резины велик. Здесь шины и многофланцевые, и однофланцевые. Последние дешевле на 30-35 процентов. Покупает комплектом. Дело в том, что у нас дорога скользкая. И как бы вы избежали аварии. То есть, как бы, потому что у нас резине лет не оставить. Поэтому мы не хотим. У нас мы ребенка возим. Поэтому, чтобы вы избежать аварию. Ну и вообще этих случаев трагических всяких. Соблюдать дистанцию, скоростной режим. Самое главное, быть внимательней. Зима не за горами. А там снегу по бамперу и ледяная корка на асфальте с гидроклином. В осенне-зимний период стоит исключить резкое торможение. Резкий поворот руля. Резкое добавление газа. И резкое опускание и сцепление. Ведь дорога не прощает ошибок. Ольга Киселева, Николай Апантюшин, Анна Белова и ТВ. Уважаемые Ивантеевцы. Просим обратить внимание на следующую информацию. Следственный комитет города Ивантеевки просит откликнуться молодого человека. Владельца автомобиля Жигули бордового цвета. Подвозившего утром 13 октября. Молодую девушку из города Ивантеевки в поселок Первомайский. Вы можете сильно помочь следствию. Всех, кто располагает информацию по данному вопросу, просьба позвонить по телефону 644-85, либо 628-98. Я повторяю номера телефонов. 644-85, 628-98. Латают к зиме фасады и крыши. На Фубрах капитально ремонтируют библиотеку и спортивный зал. Строители называют этот объект подарком горожанам. Подробности у Михаила Смирнова. Работники фирмы «Резван» круглый год при деле. И всегда на объектах социального значения. Бывают периоды, когда труженики ведут капитальный ремонт сразу на нескольких объектах. Пример – здание библиотеки и спортзала на Фубрах. За новую воду у нас вообще в ходе. Нормально, все пойдет, мы стираем, сделаем. Три недели «Резвановцы» здесь. Поменяли половину окон, дверей и полов. Заменяют все. От системы отопления до системы освещения. Ходом работ довольны постояльцы здания. Очень довольны. Работники очень хорошие, очень любят. Но пиотека сейчас работает с 8 часов, мы открываем, потому что рабочие у нас работают. И до 6. Ну, когда нужно задерживаться, если какие-то там недоделочки у нас. Сейчас вот вступили к ремонту фасада. Вот обратили, наверное, внимание. Сейчас вот окна еще на той неделе, вот где-то до среды, наверное, закончатся вот эти фасадные окна. Здесь будет 5 окон. От прежнего облика этого дома останется лишь вывеска библиотеки. Она так привычна взору горожан, что поменять ее ни у кого не поднялась рука. И то верно. Ломают и переделывают все, что утрачивает свою функциональность. А библиотека продолжает работать даже во время ремонта. Правда, лишь в режиме приема книг. Михаил Смирнов, Максим Винокуров, Анна Белова, Ивантеевское телевидение. Городская баня в Ивантеевке закрыта. На ее месте будет построено новое. Журналисты нашей телекомпании не смогли отказаться от возможности попариться в Ступинской бане во время фестиваля Братино. А заодно и сняли там сюжет на конкурс с колес. Дело в том, что Ступинская баня одна из самых необычных в Подмосковье. Там париться, как в театре выступать. Почему узнавал Олег Квасов. Вот Ступинская баня. Ох, хорошо! Сколько лет, как в театре. Каждый день импровизированный спектакль. Баня называется Ступинская. Суворов вот так, парни, 6 денег. И спины-то вон. Все друг дружки знакомые. Банщик Ильич так совсем родной. 40 лет ходит. Парит и парится по правилам. Почти как Суворов. Суворов как парень. Его 7 человек солдат. И 7 веников ему. И вот они стягают его. А вот подумают, садитесь на меня. И они на ее топают стоять. Внутри парит, снаружи впечатляет. Банька Ступинская непростая. Внешне похожа на дворец. Потому что строили ее в конце 30-х. В экстренном порядке. По проекту театра. Баня нужна была срочно. По легенде, руководитель строительства достал из стола и положил на стол свой дипломный, еще студенческий проект театра. И вот поэтому внешний вид бани, такой достаточно театральный. Поздай, поздай, поздай. От уникальной возможности попариться в театре мы тоже не удержались. Парк костей не ломит. Да и попали мы, оказывается, в свой день. По четвергам, как рассказывали нам завсегдатые, парятся художники, фотографы и творческие работники. Заходишь в парной, побаловаться, надо тоже как-то. Сильный, нагреет. Ну а мужики-то кто по заднице, кто по спине, вдогонку веником. И так вот привык. Всем пара хватает и все могут попариться в наши бани. Баня у нас нормальная, я считаю. По району она одна из лучших бань. Нравится еще и потому, что пар здесь настоящий. Топит ступинскую баню дровами. Ежемесячно в городских банях ступинцы выливают на себя 15 тысяч шайк. Это приблизительно 3 тысячи кубометров воды. В октябре еще одну шайку на себя вылил корреспондент авантейского телевидения. Олег Косов, Николай Бантюшин. Специально для Братьяны. Пройтись так, чтобы ноги не замочить в это время года задача непростая. Так сложилась осень. Люди возмущаются, у ботинок размокают носки. Пройтись по улице Мавантеевки и не ударить носом в грязь попытались кроссовки Яны Чубаровой. Ну, добрый день. Ложи грязь и слякоть. И чего хозяйке дома не сидится? Мы бы остались чистые и сухие. Но ничего, переживем. Вон сколько увидеть всего можно. Вот и первое препятствие парка. Ну вот, и куда тут идти? Направо пойдешь? Как когда-то ходит налево скакать, как дворному козлу. А дело-то чего? Да, дворники, конечно, стараются. Но нас вон тоже ругают. Куда вы такие, белые, в погоду такую лезете? Ну ничего, переживем. Зима скоро. Отдохнем от луж. На этом у меня все на сегодня. Если вам есть что рассказать, звоните нам по телефону 649-59. Также вы можете связаться с нами на нашем интернет-сайте ивантеевка.тв и посмотреть выпуски новостей в любое удобное для вас время. Я с вами прощаюсь. Будьте здоровы! Продолжение следует...